Здравствуйте! Думаю, многие согласятся с тем, что камин для загородного дома это ключевой элемент, его главная достопримечательность. И у зрителей канала Форнаксил есть прекрасная возможность познакомиться с одним из возможных вариантов монтажа топки. Сегодня едем на очень интересный объект, загородный дом, в котором будет смонтирована топка от компании Экокамин Вега 800. На улице тишина осеннего леса, а вот в доме полным ходом идут работы по внутренней отделке. Но, конечно, главное внимание уделяется каминам. Уж сильно велико желание хозяев дома встретить Новый год в сказочной атмосфере у нового семейного очага. Каминная топка установлена по уровню и зафиксирована. Стена позади нее защищена кладкой из автокланового газобетона. Вокруг камина из металлической трубы собирается крепкий и надежный каркас, который впоследствии будет утеплен и обшит листами ГВЛ для дальнейшей отделки. Но обо всем по порядку. В доме второй свет. Вся конструкция высотой более 5 метров. Она может выдерживать нагрузку в несколько тонн, поэтому для облицовки короба можно использовать и натуральный камень, и керамограммик. Работ по возведению каркаса очень много, и они довольно трудоемкие. Черновой монтаж займет несколько дней. По бокам топки сделаны ниши для дров. Чуть позже они тоже будут зашиты ГВЛ и листами флама. Еще на этапе возведения кровли определили место выхода дымохода. Была смонтирована основа проходного узла и, закрепив последние элементы дымохода, вывели его через кровлю. Очень грамотное решение, которое существенно упрощает процесс монтажа. Одновременно с возведением каркаса заполняем короб потолочной разделки. Для этого используются надежные теплоизоляционные материалы, суперизол и фольгированные листы каменной ваты РОКВУЛ. Работа по набивке короба несколько усложняется тем, что в боковом сечении он имеет форму параллелограмма, поэтому и листы каменной ваты необходимо делать фигурными, чтобы в коробе не было пустот. Перед установкой пластин из ваты с нее снимается слой алюминиевой фольги. Все пустоты между плитами каменной ваты и сэндвич трубой заполняются базальтовой ватой. Готовый короб, как крышкой, закрывается листом с отверстием под сэндвич. Все места примыкания листа каменной ваты к конструкции короба и к трубе заклеиваются алюминиевым скотчем. Получается и красиво, и надежно. К следующему дню монтажа был собран короб. Слоем каменной ваты теплоизолированный потолок и стена над кладкой из газобетона. Был продлен вниз дымоход и наступил ответственный этап подключения камина к дымоходу. Выход дымохода камина подключается к сэндвич трубам с помощью гибкой гофа трубы, изготовленной из жаростойкой нержавеющей стали. Надежно и очень удобно. Гофр труба саморезами крепится к патрубку из выхода дымохода и к отводу, подключенному к стартовому элементу сэндвича. Место примыкания гофры закрывается хомутами. Топка вега 800 очень мощная, и тепловое излучение от первого элемента дымохода будет довольно большим, поэтому стену за гофрой решено дополнительно теплоизолировать слоем суперизола. Ролик о том, как мы тестировали суперизол, можно найти на нашем канале. Что-то проволжение следует... Еще один теплоизоляционный материал, который активно используется при монтаже отопительного оборудования – огнестейки панели флама. В данной конструкции ими будут защищены боковые стенки дробниц. Перед обшивкой каркаса его необходимо теплоизолировать, чтобы минимизировать воздействие тепла на элементы облицовки. Для этого в каждый проем каркаса будет вставлена плита из каменной ваты РОПРУ. Чтобы исключить выпадение ваты во время эксплуатации камина, на каркас крепятся специальные уголки, которые будут фиксировать теплоизоляцию. На начало третьего дня монтажа часть теплоизоляционных плит уже вставлена, и некоторые из них уже зашиты листами ГВЛ. Также смонтирована теплоизоляционная перемычка между импровизированными этажами каркаса. Эта перемычка формирует крышку подобия термоса и будет отражать потоки теплого воздуха от камина, направляя их в вентиляционные решетки в боковых стенках короба, которые будут смонтированы на последнем этапе. Место примыкания каждого листа каменной ваты к элементам короба проклеиваются алюминиевым скотчем. Ну вот, уже видны общие черты главного элемента гостиной. Теплоизолированные секции каркаса можно зашивать листами ГВЛ. Финальный этап чернового монтажа каминной топки Эко Камин подходит к концу. Сейчас осталось только обшить листами ГВЛ этот металлический каркас, который внутри утеплен для того, чтобы вся энергия, весь теплый воздух, который будет производить камин, направлялась в специальные вентиляционные каналы и обогревала большое помещение, в котором установлен этот камин. За три дня была проделана огромная работа. Естественно, была установлена топка, был сварен металлический каркас, именно сварен из металлических труб, потому что в дальнейшем предполагается отделка этого короба либо декоративным камнем, либо керамогранитом. Но уже сегодня мы сможем сделать первую протопку и насладиться игрой пламени в невероятно красивые топки от компании Эко Камин. Осталось установить вентиляционные решетки. В нижней части короба они будут служить для притока воздуха, в верхней части термоса для отвода горячего воздуха. И для вентиляции верхней части короба две решетки устанавливаются в самом верху конструкции. На нашем канале мы уже публиковали ролик, в котором рассказывали о том, как правильно подобрать топку от компании Эко Камин. Ссылка на ролик будет вот здесь и, естественно, в описании к этому видео. И если вы ищете для своего дома настоящий красивый очаг, который станет сердцем вашего теплого, уютного дома, то обязательно обратите внимание на топки от компании Эко Камин. Все они представлены на сайте fornax.ru и в наших розничных магазинах. Ну а я хочу поблагодарить компанию Теплотех, которая пригласила нас на монтаж этой каминной топки и показала детально, ничего не скрывая, для вас, наших зрителей, зрителей канала Fornax Film, как правильно и безопасно смонтировать каминную топку. Скоро увидимся, друзья. До новых встреч. Счастливо! Счастливо! Счастливо!